Музыка Ребята, всем привет! Как вы видите, я нахожусь в автомобиле И едем мы с вами Сегодня на реку Ахтуба Да-да, друзья Именно на речку Ахтуба Все-таки в этом году Я решился Поехать, все-таки проверить Насколько она такая вот река Как за нее все Рассказывают и хвалят ее Поэтому теперь мы с вами вместе Мои дорогие друзья Проверим на самом ли деле Все так хорошо Как рыбаки рассказывают Остановились возле заправки Сейчас постоим 5 минут И будем выдвигаться Нам еще осталось ехать 400 км Проехали мы уже 320 Трасса неплохая Но буду включаться Попали в какую-то пробку, ребята На ремонтной дороге Так как знаки стоят Не видно, что там впереди Так хорошо все было Дороги, правда, шепчут Новый асфальт Новая разметка Очень приятно ехать Ни одной ямки Это что-то Вот, ну стою в пробке В общем пока Стою уже минут 15 Ого А почему не пропускают Непонятно Ладно Ждем Так, ну вроде тронулись Потеряли только время Ремонтные работы Нам все-таки идут Что здесь? Техника Ну да, асфальт сняли С одной стороны Новый кладут Ребята, одни ремонтные работы Работы, работы Так же съедем Ого Спуск Вот, не поверите Везде одни работают Уже на протяжении Километров 60 Наверное И все-таки масштабные Прямо дороги Гляньте, проекты делаются Вот, мосты обновляются Вообще шикардосик Молодцы Так, Волгоград у нас 219 километров Дороги нормальные Едем нормально Пока Буду включаться Периодически Так Вот и заканчивается Ростовская область И начинается Волгоградская Все, ребята Въехали Мы уже в другую Совсем область Зелененькие поля Пока еще Хорошая Дорога Так Остановились На 5 минут Чайку попить Видите, какая красотища Ребята Вообще Красота Какое небо Такое тяжелое Трасса Все, двигаемся Потихоньку Дорога Дорога Субтитры сделал DimaTorzok Пост ДПС Тормознули парни Так, ну скоро уже Волгоград будет Еще чуть-чуть И будем, ребята, на месте Здесь розовички Смотрю, стоянка Ларечки Запчасти, кухня Такой мини-рыночек Маленький Рыбкой сразу Донской Видно торгуют Так, ну мчимся дальше, ребята Так, ребятушки Нужно нам залить бензинчика Я пользуюсь 92-м Так Так, спыду на заправку Сейчас глянем, почему бензин вам скажу Так Зальнем в бак Цена 35,80 литра Если кому интересно Так, меня предупредили, что бензин Вернее, пистолет может не сработать Поэтому нужно контролировать Поток бензина Так, все 56 литров Получилось у меня до полного бака Ну, пистолет, кстати, сработал Все Все заправил Бензин 35,80, 92-й Вот Почти 60 литров влезло Поверните направо Сейчас повернем Продолжайте движение 78 километров Отлично Торговых точек по трассе немерено Все есть И вот он, ребята Уже Волгоград Город-герой Даже остановлюсь Вот он, красавец Бывший Сталинград Сейчас выйду А вот на светофорах Приходится долго торчать Что он мало радует Ёлки-палки Уже Подустали немножко Так, все Заезжаем сейчас в магнит В супермаркет Сразу скупимся Чтобы долго не это самое И на рыбацкий отдел Так, все Скупились Набрал Кукуруз разных Масла Батарейки Минералочка Пепси Ну, все цивильно Кабачковая икра Что-то захотелось Немного бандюэльки Вот Теперь еще пойду Еще возьму Килограмм 20 соли И пшено Все И выдвигаемся дальше Вот она Река Волга Как поется в Пете Течет река Волга Конца и края нет Так, вот он Рыболовный магазинчик Сейчас Посмотрим Что там есть В принципе, неплохой Длиннее нет? Ну, давайте вот этот Нормально Нормально Хороший Квадратный В принципе Пойдет Вот этот Азаброды есть? Так, вот магазинчик Сейчас еще Крючочки глянем Ай, катушку Мне надо еще Катушки Подойдет Давай Еще червей надо Нет, по смыслу Я влезу Ну, где был Зато заброды Пусть лазит Так Ну, вот эти Все в районе Пятиста рублей Есть Сколько? Четырехтысячная? Да Здесь вот такая Тысяча шестьсот Вот эти вот Неплохие У них железные Просто ручки Вот эта До тысячи А, тысяча двадцать Тоже неплохая Но спасла Свою ручку Сейчас Все, скупились ребята Теперь прямая дорога на Ахтубе Потому что время Сейчас дни короткие Так Затарился Водичкой Блин Не успею Все-таки Затемно Вы посмотрите Заехал в деревню Ребята Где вы такие дома Увидите Только в кино Посмотрите Какие дома деревянные Так Опа Вода 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 Водица Самое важное Что необходимо Питьевая вода Сейчас еще Этих Едомики Так Вот она Ахтуба Сейчас пообщаюсь С рыбаками Что расскажу В машинку Так Ахтуба Чуть дальше Это какой-то ерек Затока Люди Приехали Специально сюда Потому что Стоят на Ахтубе Второй день Рыба не клюет Так что Ролики Это одно Походу А все остальное Ладно Еще можно попытаться Найти какое-нибудь место Сейчас Выйдем на Тропу Какую-нибудь Сейчас я свет включу Е-мое Все падает Все падает Все Ищем Ахтубу Так вот Это ее приток Или Я не знаю Что Навигация у меня Все отключилось Показывают Какую-то фигню И все Сейчас поищем Ребята Хотел не забрасывать Но что-то Душа льется В бой С соседями Познакомился Вот Сказали Хреновенько Так же С рыбалкой Если сравнил С прошлым годом Так сейчас И катушку Заряжу Так Есть Сейчас Такие полевые условия Но Но Сейчас брошу Два фигдера А завтра Расцветет Еще Будем делать Две зоны Одну фидерную Одну карповую На карпа Ну Теперь я вам дам Точный отчет По Ахтубе Подробный Чтобы вы уже Знали Где нахожусь Ну это уже Все в принципе Завтра Сейчас ребята Буду забрасывать Ребята Вот он Мой первый Ахтубинский лещ Вот он Красавчик Знаете Какая красота Вот он Взялся На катушке Гороховой Отлично Всем доброе утро Ребята Мы на реке Ахтуба 5 часов утра Ну теперь Начнем Съемки Сейчас взял Еще фидер Сводил Пшеном Ночью Блин Вчера приехал Ой Подустал Чуть И то Два часика Порыбачил Взял Троих лещей И Бил Где-то Килограмма На три Вот Сейчас Немножко Неудобный Берег Ну да ладно Мы не ищем Легких путей С вами Свяжу Прям Прям сильно Туман Стоит Над водой Пар Такой Так Сейчас Ребята Такие Обрывы Сейчас Установлю Поставлю Сейчас Пищалки Пока Рыбаков Еще Нет Хотя Ночью Смотрел Везде Фонарики Вдоль берега Светились Забито Все Так Сейчас Я возьму В общем Сделаю Пшено Добавлю На макухи И Цветных Панировочных Сухарей Ловить будем На гороховый Катыш Как и Вчера Роди Как бы он Работал Неплохо Ну Возможно Будем делать Бутерброд Добавлять Опарыш Ну да ладно Все Начнем делать Первые Забросы Утрешние Какая-то Мелочь Подошла Дергает Так Еле-еле И бросает Ого Ого Емое Козлик Какой-то Не Такая Рыба Нам не Нужна Козлики Так Не пойму Это Мелочок Второй Трусится Подошли Козлики Долбят Как красиво Здесь И хорошо Акту Ладно Не буду Пока Вытягивать Так Сейчас Пошел Макоху Взял Еще Взял Хочу Эксперимент Взял Кормочок Не Фидер Но Оснастку Сейчас Кормочок Забросим Посмотрим Как здесь Он работает Течение Не особо Сильное Если Далеко Не швырять Сносить Не должно Сейчас Попробуем Все Экспериментально Забросил Еще Кормочок Один Одел На Фидер Пружину Теперь Будем Ждать Поклевки Ребята Утро Просто Шикарное Уже Конец Сентября С утра Конечно Бодрит Все Но Уже Одеться Потеплее Ну Очень Красиво Очень Посмотрим Как Кормочки Тут Работают Там Фидер Кормушки Стоят Так Что Будем Смотреть По Ситуации Может Быть Сегодня Отрыбачу Здесь Может Буду Менять Локацию В общем Нужно Смотреть Глубины Небольшие Явно Напротив Меня Может Где-то Найти Бо Ямку Хищник Играет Может Спиннингом Похожу Ну В общем Рыбачим Ребят Конечно Видел На такой Первый раз Вытянул Кормушку Сиди Ты че Да На пустые Кормушки Ловится Так Посижу До Обеда Если Клевать Здесь Не буду Менять Место Потому Что Я Не пойму Ночью Такие Поклевки Здесь Это Что-то Глухо Прям Вот Такой Мелкий Наверное Дергает Крупничка Нет Хотя Соседи Сказали Что Днем Не Клюет На Этот Вариант Не Подходит Нужно Чтобы Клевало Постоянно Что-то Клюмо На Кормах Да Блин Уже Атаковали Рыбу На Кормах По Две Клюет Ой Блин Клюка 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 Е-мое Ну что Забагрилась Ну что С тобой Делать Еду Друзья Мои Смотреть Может Какие-то Новые Места Есть Потому Что Во-первых Бегать С Буграна В Гор Не Совсем Удобно Вот Какой-то Такой Берег Более-менее Ровненький Найти Б Или Придется На ту Сторон Переправляться Коробки Пасутся Рыбаки Походу Везде Сидят Сейчас Проеду Посмотрю Решилось Остаться Здесь Мест Нет А где Есть Места Там Берег Плохой Так что Ставим Палатку Сейчас Устанавливаем Ее Вот И будем Рыбачить Будем Закармливаться И ловить Рыбку Так Та-та-та Коровы Смотрите Не упадите Так Ну что Остаемся Здесь Значит Будем Сейчас Закармливать Места Ракеткой Выбросаем Ферментированная Кукуруза Здесь Всего Понемножку В общем Сейчас Обрежем Горлышко Будем Закармливать Точку Вот она Красавица Есть Есть Поехали Десятка Два Придется Забросить Какая вкусняшечка Разве может Рыбка Устоять Так Все Двадцатая Улетает Все Есть Заодно Сделал перезаброс Федеров Хотел Без сигнализаторов Их оставить Но так как Нам приходится Находиться Фиг знает где Пришлось Ставить Электронные Сигнализаторы Так как Сидеть Над ними Нереально Ветер Подымается Что-то Погода Портится Но уже Все-таки Осень Погода Будет Меняться На глазах В принципе Так Ну Забросы Выполнены Что Поставил Здесь На один Катыш Поставил На крайний Поставил Кукурузу На фидер А здесь Поставил Горох Хоть Ступенечки Есть Вот Вот так Я расположился Палаточка Стоит Моя УП2 Берег Машинка Вот Здесь Вот мы Находимся Ну Че Сейчас Еще кину Бойлы Пускай Стоят Может Здесь Рыбалка Ночью Начнется Я делаю Ребята Подробный Отчет Не так Вырызками Рыба 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 Посмотрите Как мы На ахту Белаем Рыбу Нет Будут И нудные Моменты Ну Думаю Будут И Хорошие Веселые Моменты Как Вжера Ночи Поэтому Смотрим Дальше Видео Друзья Мои Вот Двадцаточку Вешаем Сейчас Проверю Отлично Отлично Все Можно Делать Бросочек Не Клюет Пока Пока Тихо Перезаброс Сделал Все Что Днем Здесь Не Клюет Каждый Год А По-разному Так Ну Первый День Рыбалки Идет Потихоньку По крайней Мере Хотя Подготовка Делаю Забросик Допустим Фракцион На Всякий Случай Разный Все Сейчас Второй Ну Пока Хватит Там Будет Теперь Нужно Сделать Себе Прикормку Древесная Луга жидкость зальем хорошенечко где минутку постоять поднялся вообще жесть дует хорошо и волна неплохая снова сделал перезаброс пока не клюет пока 0 все пошел и пожаре мяска а там будет видно так импровизированный а мангальчик нашли проволоку дровинячку берем не мешало особенно пускай тут и горит сбоку дает жар сейчас я знаю в чем причина как всегда нужно самим подкрепиться и потом будет движение но блин волна конечно да вкусняшка ох и вкусняшечка запах ребята просто класс только рыбка не клюет мы посмотрим послушаем бывалых на этой реке клюет только вечером и ночью погода меняется все солнце ушло такой как на дожди не знаю поклевок не было и бун дюэль ставил и ферментированную кукурузу днем не клюет но мне сказали ребятут они неделю сидят днем здесь не клюет клюет вечером ладно сейчас я сниму и на фидера стоял кукурузу спаснимая дело везде катушки можно закатушки ну что-то выбраться ты в в в в в в в Субтитры подогнал «Симон» 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 А вдруг какой-нибудь зверек 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Большой, да? Ну вот видите Работает Работает, хорошо работает Ну на канале посмотрите Там есть рецепты Сами сделайте Потому что они не продаются Там все посмотрите Нет никакого устройства Это твои руки и все Ф сазанчик или лечь хороший сазанчик ладно вот лечь бы как раз бы не помешал бы клюет а не пойму я мелочь здесь днем общего такая вот рыбка клюет у стерка на крючок повисла моё-моё ой ладно сейчас посмотрим солнечек подтяну хребта на зацепилась зал как пропеллер крутится если ее бросить она разобьется на работу аккуратненько вода приходите резвая какая на сегодня погодка хорошая может спинник выбросать да вот сегодня и не жарко ветра нет дождя нет пасмурно паром чик мне везет возле паром чиков рыбачить я здесь первый раз чтобы было понятно это село пироговка паром чик если кто вдруг посмотрит видео надумать сюда приехать вот примерно будете знать ориентир где я рыбачил пока мне все нравится чуть-чуть рыбки поймали прям и начала у меня была хорошая так пока время есть пока не клюет поеду свежую деревню магазинчик чему прикуплю необходимого на него кормушек это у меня потери ладно вы представляете что вода вот такие разливы как рассказывали до сюда вода доходит это целое поле иногда магазин был такая глубинка знаете то обратите внимание какие деревья посмотрите вчера вечером не успел снять эти красота это кайф и мне больше такие дома даже нравится чем какие-то там модная супер вообще класс сейчас магазинчик продукт есть пойдемте скупимся здрасте по списку все все по списку а то забуду послали так хлеб есть две булки белого и ржаную да да так теперь мне томатная паста если есть таких одноразовых вот ну или маленькую баночку да 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 на один раз так колбаса вакууме нужно есть копченая вакуум наверно сыра вялая ну хорошую в общем дайте палочку да да и лето вкуснее наверно да вот это рядом которая давайте и пушку уши и и так чему эти сладостей печенье рядом а вот о вкусняшка вижу вижу давайте мне круассанов давайте мне 4 штуки давайте кексов мне штук шесть так класса 4 до давайте кексов мне штук шесть 4 до а помидоры есть свежие нет да так сыра еще надо о сырок есть да кусок есть воды есть для этих да 2 упаковки там 4 до получается 2 упаковки один здесь можно кормушки и червей купить а червей ему здесь можно продают и кормушки для рыбалки или кого-то ехать нужно они мы сейчас стоим здесь на рыбалке и как бы закончились и где-то здесь рядом чтобы купить это выезжаешь на трассу да и влево а там магазин да у них мне кормушки нужно черви так ну в принципе все да да 4 все посчитайте меня не мелочи вообще не то добавляй давайте округлимся давайте да узнаю пожалуйста развертый меня сейчас давай спасибо там есть да магазин продаю да хорошо хорошо сейчас и пока загружу дороги под убитые мне еще помидор купить необходимо довещие время есть но люди здесь приветливые капец это вообще молодцы вот даже уже созвонились соседней деревне сейчас мне даже накопают червей это это что-то ребята это что-то вообще мне так нравится здрасте помидоры есть розовый есть помидор там не килограмма 2 ну розовых 2 килограмма да видите все-таки к вам и попали все-таки на рынок приехали так еще дынька есть дынька есть и дыньку вкусняшка любим вкусняшки на обратном пути заеду краса арбуз возьму какой большой арбуз вкусный уже когда назад буду ехать заскочу хорошо ох и дынька отлично кстати вы мне хорошо объяснили я сразу все нашел до до почвы пожалуйста они эти мелких мельче сейчас пошли ничего нет у меня сейчас сейчас еще видно день только начался да у вас вот так вот пойдет пойдет сейчас я пойду червей в соседнюю деревню тут же как и вот какая-то вот где подстанции вот я большие столбы да 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 и на грейдинг а люди приветливые все созвонили щавеевым копаю сейчас я вообще мне нравится вот здесь это хорошо все спасибо большое я заеду потом на обратном я арбузик так соседней деревне щас червей возьму но мало ли еще все таки река червей не купил по трассе я заедем степи степи так походу к деревне на подъехал я единственный момент где-то зигзагом будет заезд и так женщина должна вынести мне червей вот видите я вам просто не хотел показать до людей но честно сказать вот в таком формате ну вот смотрите вот этот человек которого я допустим покупал помидоры и дыньку этот человек мне изначально объяснил дорогу я просто встретил случайно вот по дороге вчера вечером как доехать до самой ахту так вот вот что-то я на предыдущем чуть-чуть дороге здесь под ушатом вот продавец машине обслужила идеально без всяких вот ну сами поняли о чем я смотрите рядом стоял человек созвонился там за этих червей вот если по-новому надо по большому счету то есть ну блин вообще молодцы молодцы я доволен знаете вот новые места новые знакомства это 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 классно новые люди и вот говорят мы все одинаковые нифига вот в каждых районах в каждом в каждых областях цену люди раз хоть как так ну думаю вот это будет деревня впереди но я промазать же не должен был мало сейчас едем на место встречи походу вот она деревня сейчас заедем посмотрим как мне объяснили примерно по главной ехать ну сказали сокрутовка ну дома мне эти просто нравятся так ребята честное слово вообще классно посмотрите эти красотища какая так мне сказали ехать никуда не сворачивать асфальт он один да проехать дальше почти в конец деревне замолчи так вот и черви так здрасте сколько да 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 поехал теперь в другую деревню также десять километров теперь в другую сторону по асфальту там есть рыбацкий магазин у меня кормушки необходимые переживаю что мне их не хватит просто вот и заодно залью бензином не здрасте у вас кормушечки есть такие потяжелее на речку там есть четкое проектное решение строителей по которому они построены ага вижу 110 да 120 ну мне можно даже грамм наверно по 80-90 такие вот примерно то что я сотки бросаю не сносят вообще даже думаю можно чуть-чуть поменьше на вот эти вот они да 110 ладно принципе давайте мне штуки 3 по 110 едем на место что-то я накатался уже два часа дня ё-моё какие ямы два часа дня рыбалка где-то часу на семи начнется сейчас пойду еще щучку погоняю судачка а леща я думаю мы будем ловить ночью ну честно скажу погода такая не особо хорошая для рыбалки переменчивая поэтому как бы думаю не так уж и активно будет рыба ночью захватывать а может и будет нормально в общем все едем так сейчас арбузик прохладненький астраханский покушаем как говорится большому куску и рот радуется ну что заценим это сахар крашеный вкусно все ребята посмотрите какой вид на миллион я вам хочу сказать гляньте какая красота вот сегодня я думаю рыбалка должна быть иначе блин ту ночь и дождь и слякоть и то что то поймали ну вот я новые точки уже отработал вот вот обратите внимание даже палатку перенес вот ее преимущество что я в руках ее отнес а уместительная как у меня фоксовская двухместная это не меньше палатка п2 берег называется так ух ты какие рыбки тут вываливаться вот буду отрабатывать ребята три точки первая точка оказывается это корабль был когда-то мне объяснили это его передняя часть где вторая не знаю вот на нем сейчас поставлю рот под вот и поставлю слева еще два то есть будем 2 2 2 мы будем контролировать попробуем какая рыба ну интересует вообще-то лечь конечно ну и сазан естественно как получится ох запели сегодня вчера такого не было так что можно сказать рыбалка только сегодня и начинается так буду устанавливать рот под вот на вот этом месте и как раз будет удобно добраться до середины здесь глубина сразу дикая я садок переставлял вот сюда дошел то есть метр отошел уже по грудь воды снимать ночью не получится потому что как бы мягко сказать экшн-камера ночью ну не снимай буду если будет рыба попадаться буду просто включаться показывать сразу какую рыбку я поймал ну как-то так все ребят давайте начну я готовится через часик уже я думаю клев попрет и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ребята, что касается монтажей, банально простой, вот, кормушка 90, а сотка даже, прикормка, вот, отводной поводок и один крючок, вот такой вот обычный стоит. Банально простой монтаж, вот такие монтажи стоят у меня везде. Ну все, буду сейчас забрасывать. Первая поклевка чуть-чуть крупней, чем утрешняя. Ну, я думаю, к вечеру поют еще лучше. Малыш. Так, хотя бы проверил, что вроде зацепов нет. Нужно просто поднимать. Как раз в русло попадаем. Только забросил сразу поклевка. Вот вам как бывает. Комары начинают одолевать жестко. Привет. Привет. Ты чего делаешь на моих катушках? Давай, не отдай себе кабан. Иди, иди. Так, чтобы этих не раздавить. Кренделек. Капец, сколько их тут. Ё-моё, не повсюду. Крупняк. Во, пошел еще крупней. Но мы по темному должно вообще заработать хорошо. Ну вот такие вот. Не знаю, какая сейчас снимает, но хоть что-то. Нифига не видно. Лещ. Ребята, это лещ. Во, это достойный размер. Вот это уже достойный. Ребятушки, гляньте красавчик, а? Вот они, ночные гости, пожаловали. Наконец-то пошли поклевки. Хороший такой подличик. Ребят, гляньте сразу. Ну-ка, караси реально зачетные. А? Кругляки такие, ё-моё. Сразу на один и на второй поклевки, на клубничный катуш. Так что все работает. Красавцы. Ребалочка идет к друзьям. Так. Вот густерки. Такие же вторая клюва. Небольшая рыба. Что-то крупнячок отошел. Вот, ребята, подлещик такой взялся. Погода, правда, ни к черту, ребят. Вообще никакая. Но клюет. Ах, ну-ка, видно, ночная река больше. Главное, идут перезабрасываться. Так, ребят. Говорил, что не буду снимать. Говорил, что не буду ловить. Ну, что устал. На самом деле, гляньте кого я хапнул. Красавца, а? Дикарь. Гляньте, сазанчик. Вот это да. Вообще отличный парень. Взял на горуховый катуш. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Какой хвост. Хвост какой. Это что-то, ребята. Это что-то. Так, ребят. Ураганище просто начался. Пришлось остановить рыбалку. Ух, ну, утром уже мы с вами пообщаемся. Здесь хорошо. Доброе утро. Холодно сегодня с утра. С Настей так и пролежали. В общем, я и не рыбачил. Сейчас будем, наверное, уже собираться. Мы и так планировали всего лишь максимум на две ночи приехать. Ну, нас погода сама подогнала. Так. Буду все гамузом побросал. Все буду собирать. Ужас. Но, тем не менее, рыбку мы все равно поймали. Будем мы заканчивать на этой ноте рыбалку. Река мне очень понравилась. Ураган вроде чуть-чуть стих. Но все равно ехать домой пора. Потому что у меня сессии там сутки максимум двое всегда делаю. Вот, что я хочу сказать. Сюда нужно приезжать недельки на две. Как делает основная масса. Можно даже по теплу. Рыба берется более активно. Я общался с местным населением. Как бы они мне объясняли. Ассортимент больше. Вот. Ну, рыбалка, в принципе, нормальная. Я еще раз говорю. Ловила чисто на катыши. Червей я вчера взял на червя. Практически и чуди поймал. Поймал на клубничные катыши. Так что, ребятушки, делайте выводы. Это деревня Пироговка. Показываю вон баром. Вот эта часть, увидите. Работала, сразу скажу. Которые я ставил прямо не работали. Эта тоже хреново. А вот именно вот эта часть. Вот отсюда леща мы ловили ночью. Ну, как-то так. Всем, ребят, спасибо за просмотры. Всего хорошего. До встречи на канале. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»